Без гудка заснуть не могут, шутят жители улицы Станиславского, это Закалинина. К перестуку колес люди давно привыкли, а вот дрожь земли угроза реальная. Из-за тряски многотонных составов, а по будням они могут курсировать каждые 20 минут, частные дома, которые, к слову, появились тут раньше, чем рельсы, быстро разрушаются, уверены жильцы. Вот она, смотрите, как выходит всё это. Сколько не подмазывает, стена лопается, вот где выровнял. Я каждый год вот такую вот печаль делаю. Когда-то здесь была одна запасная ветка. Поезда ходили нечасто, говорят местные. Сейчас товарники снуют, будь здоров. Семья Андрея живёт по соседству с ЖД-путями лет 15. Все эти годы красноярцы не решаются на полноценный ремонт. Стёкла трясутся, как желе, обои всё равно отходят, а дом изнутри похож на аттракцион кривых зеркал. Вот это всё от тряски идёт. Цыпется вот из-за отсюда. Год назад терпение жильцов кончилось. Около полусотни соседей обратились в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, чтобы зафиксировать возможные нарушения своих прав. Инициатор обращения, не дождавшись суда, съехал с трясущейся улицы, но по телефону охотно транслирует желания всех жителей. Этот участок железной дороги, по которым стоят наши дома, он не такой большой. Я считаю, что если бы там поезда снижали скорость и шли бы не с такой большой скоростью, то, естественно, и по уровню шума, и по уровню вибрации было бы намного проще, было бы легче. И вот накануне прокуратура дала ответ. Проверка показала, что в домах на Станиславского уровень шума и вибрации от ЖД-составов действительно превышает норму. Слышно? Прекрасно слышно поезд. Иск рассматривали в Октябрьском районном суде, но пока решение не вступило в законную силу. Красноярским транспортным прокурорам в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия открытого акционерного общества Российской железной дороги. И в обязании в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В транспортной прокуратуре предположили, что КрасЖД против и будут обжаловать решение суда. Вот и люди с улицы Станиславского не верят, что проблема решится. Варианты слишком фантастические. О переносе путей речи, конечно, не идет. Но вот установка вдоль всех участков забора с шумоизоляцией – выход более вероятный. Многие жильцы уже с юмором относятся к ситуации. Говорят, что здесь землетрясения не ощущаются никогда. И на каждом таком участке уже есть свой забор. Он, конечно, не шумоизоляционный. Но в специализированном ограждении смысла нет никакого, говорят жильцы. Ведь вибрация в земле останется. И ближе к вечеру в КрасЖД дают ответ. По их данным, жители не лишены шанса переехать. Дома могут признать непригодными для проживания. И именно органы местного самоуправления должны организовать порядок выкупа жилых помещений. А вопрос переселения жителей не относится к компетенции ОАО «РЖД». Со своей стороны, ведомство приняло технические меры для снижения уровня шума. Если раньше поезда шли по участку со скоростью до 80 км в час, сегодня установлено ограничение 60 км. Произведена укладка без стыкового пути. Осталось только, чтобы жильцы смогли оценить разницу. Только вот непонятно, в децибелах или в герцах. Анастасия Цыганова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.